Привет, друзья-товарищи! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках мне сегодня не будет укулеле, потому что это новый выпуск МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ Я не отпускаю мысль, что рано или поздно я смогу выкладывать моменты жизни ровень-вровень с месяцем, но, во всяком случае, сегодня он с вами за месяц, аугуст. Ну, а ты знаешь, что сейчас нужно делать. Садиться поудобнее и погнали смотреть. МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ О, my God, it's amazing, my teacher sent me a certificate It's not level my English. ST filling me, It's not level my English. Just certificate of my good work. Jep! Ku opposition за мной? Юйкан Сигнем Написай Я launch Утвер Но сегодня опять выходной день, и опять мы проводим время вместе с моей семьей. Переехали на этот раз в Лабугу, пойдем в музей Шишкиной и прочее, прочее. Сегодня какое-то у них там мероприятие, ярмарка какая-то, и мы не могли где-то припарковаться. Отец просто уничтожил и перехитрил. Где-то в кустах поставил машину, никого нет. Освещение им, конечно, еще стало больше. Скучала, скучала я по таким звукам, потому что в Питере очень много разных церковей. Это не исключение, Лабугов в принципе считается у нас старым городом. Старин, ну да. С погодой нам, конечно, повезло сегодня. Максимально летние. Ай, народов, конечно, нормально. Быстренькое пояснение, что происходит. Пошли в какой-то музей, взяли по этой ярмарке, зашли в музей, так жили на Руссидосе, сто года. А может на щепки, видишь, от березы на щепки полина-полина делать, чтобы разжигать? Честно, я без понятия, что это. Посмотри, видишь там березовая кара? Это, наверное, щепки делать. Думаешь? Я думаю, да. Наши родители там что-то ностальгируют. Мы с Сашкой этого не помним, не застали, не знаем. Да, барахол, барахол, кара, что он. Он говорит, что какой-то... Какой из них кофе, я не понимаю? Косик. Вот этот вот, да? Косик, Паш. И вот это был вкусный кофе московский. Натурально, говорит. Вообще вкусный был. Ты про вкус помнишь? Помню. Бодрости придавала в школу. Ходила, когда долго на уроках сидела. Бодрая, да? Крутой. Какой вот это чай, говорит, уже вкусный был. А желтый что там, с лимоном? Да какой с лимоном? Обыкновенный чай был, если еще достанешь. А что до этого с чая не могла достать, что пила? Пили какой-то дешевый, я не помню. Что? Вот чай, смотри, чай индийский. А мамке в магазине работала, доставали вот этот вот синий. Он считался крутой. А ты какой пил? А вон, где-то вот целый, видишь, он тот индийский? Он вот одну пачечку на один ковшечек делал. Зеленый был? А он не зеленый. А не зеленый. Вот, вот маленький, единственный маленький. А вот эта маленькая? А почему азмушку? Вот этот, кстати, я тоже помню, плиточный чагер, этот грузинский был. Чифер. Вот такой кофе был, я помню еще. Товарищи, у нас тоже дома музей. Мы сейчас обсуждаем о том, что раньше это не казалось криповывать. Сейчас ты смотришь на какой-то пример, думаешь, боже мой, какие страшные игрушки, какие страшные предметы. Ну, вот это сделано. Нет, семенец. То есть, как бы, инсталляция пыток тебя не поразила до 17-го года. Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Мактюшки, обувь даже. Щеревички. А сандальки, они же такие хорошие были, они же были кожаные. Ботиночки. Они были чисто кожаные, да, хорошие сандальки. Если вы говорите, вот, Даша, ты выковыришь с лимонадов, фруктов, овощей, водковые, вот, пожалуйста. Папа пошел, так что это у нас семейное. Деньги уплачены. Ну, Сашуля, отец теперь уже. Батя. Привет. Как зовут? Мика. Мика? Ты сладкая. Приветики. Ну, рассказывай. Да посмотри, какая чудесная особа. Ты не рассказываешь. Прекрасная, чудесная, волшебная. А как тебе рассказывать? Почему? Почему вдруг кошка? Ну, потому что захотелось вот вдруг кошку. Кошку, вот мне не хватает нам кошки. Я теперь тетя. Я теперь не мать. Я в первую жизнь занимаю роль тетя. Ну, реально напоминает Бибичку. Бибичку маленькую напоминаю. А что за порода? Рассказывай. Порода британская. Ага, ага. Последняя забрали вот. Урвал. Урвал. Урвала. Тетка лезла мне под руку, хотела забрать эти два. И я сказала. Хэндехок мандалошка. Где она вообще? Молодцы, что ты? Бибик, у тебя появилась патрушка. Да? Вау. Угадай, кто. Посмотри, кто там. Посмотри, кто там. Да. Видишь? Нет, ты посмотри. Мне кажется, она чувствует. Внутрь. Я думаю, она чувствует. Видишь? Ты увидел кошку. Как тебе? Мне кажется, она ни херя не поняла. Как тебе? А? Ты посмотри. У вас подружка теперь у тебя. Да. Дэди. Да. Дэди. Ну, тебе матушки. Биби. Муа. У меня такое лицо уставшее. Я не могу. Ааа. Ну, вообще, Биби. Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать боли унижения, которые я испытала сегодня. Моменты жизни. А, ты что, спала? Нет. Привет. Здравствуй, Магуля. Ты что-то немножко уже. Ой. Это не мать. 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 Я очень рада. М-м-м-м. Оставила, Динарочку, поехать кататься. Я могу, я волосы распушу. Давай. Давай. Кш-кш-кш-кш-кш. Ваа. Слушай. Немножко летние у нас игры, все время преподождения, активно. Летний вайп. Ты чувствуешь летний вайп? Да. Че, качает? Качает. Ну че, день ног небольшой? Хорошо же. Твои ощущения? Надо немножко заниматься спортом. Я записываю тебе на автосессию, между прочим. Записываешься? Да. Модель. Кто живет в Челнах, я знаю, кто-то меня смотрит из Челнов, потому что Челны лучший город ever на планете. А Динара, ну, с твоего фотография по Челнам и по Татарстану. Поэтому все, запоминаем. Вот так вот выглядит Динара, вот ее ник. Да, это я. Записываемся, фоткаемся. Говорим, что от Даречки пошли. Кайфу, кайфу, кайфули. И рядом красоты, Уля. Ну, пачки аж, смотри. Ой, какая прелесть. Вот это удивительное впечатление нам досталось. Третья где? Вон, подружки. Ну что ж так. Продолжение истории с утками. Та треть, видимо, нашла новых подружек. Вон, все, теперь у нее новые подружки. Эти две не ее подружки. Не ценили, не ценили. А потерявши, крякают. Гуляем мы до сих пор с педрушкой, моя любимая. Сходили поесть в какое-то... Какое иное место, по-наазиатской? Азиатское место мистер Бауэр. Там бычики такие прикольные были. Светодиодного официанта вообще меня прям поразило. Не зря же я говорю, что челны это... Вот сначала идет челны, потом Леди Гага, потом Вариана Гранде. Вот у нас есть вот такая штука в челнах. Называется Сювейсейка. 2,18. 2,18. Почему так? Быстенько рассказываем. Сювейсейку похоже. Я не знаю. А напоминаю, динарочку у нас-то, а тарочка. Нет. Раньше она выглядела по-другому. И там должна была быть... Или она уже была. Вот я не помню. Я была просто помладше. Гостиница. Потом это все как-то все забросилось. Потом это, видимо, выкупили, переделали. И сейчас там просто офисы. Контент мой украла. Ты посмотри. Это ли я? Народу нормально. Уже вечер. Хотя, казалось бы, только 8-й час. Для челнов это уже поздновато. Как всегда, в челнах очень быстро темнеет. И мы с мамой пошли... Смотри, сколько звезд. Считать звезды. В городе такой. Да, видно их? Да. Видишь? Слушай, я так давно не видела звезд. Челна. Вот смотри, кож. Видишь? Ну все, звездочетка моя. Видишь? Сегодня у нас выходной день. Мы давно не ездили в строительный магазин. Я Сашку постоянно, Алексу, ругаю о том, что мы куда-то едем, а он не померит, не посчитает. И сейчас закончились, точнее, перегорели лампочки у нас, у родителей здесь. Они тоже не померили. Мы стояли минут 15, искали, в итоге не нашли, не купили. А я думаю, что Алекс у меня такой. С ними ходить, это, конечно, что-то с чем-то. Фонтан еще. Ну это, Саш, ну это что это? Это так, это пшик. Пшик, да? Ну пшик. А надо поднимать. Если ты будешь поднимать туда, она тут не будет вот так вот. Вот именно, это такое. Шушера какая-то. Ручеек. Мы поехали в другой магазин строительный. За лампочкой. Такой вот семейный день. Моменты в жизни. Хай, хай. Хэллоу. Пускать меня не будешь? У меня еще в этом. Очень интересно, ты меня пускать будешь? Велкл. Велкл. А ты что, лимонад? Да, я сейчас тебе такое расскажу, если бы лимонад. Я очень не хочу пить, на самом деле. А что это санет? Это сабантуй. Сейчас я включу, а я сейчас за него плачу. Вот она сразу, слушайте. Приехала, клюбейте свое, вы знаете, мою. Гелюськи приехала в Казангу почерпить, просто побыть с ней. Вот тоже не можешь открыть? А ты у нас силачка, между прочим. Сейчас мы ткань возьмем. Показываем, сможет ли Гелюська. У нас Гелюська вообще. Кто? Спортсмячка. Ты открыла? Я думала, может, что-то дырочку там вот. У меня балочка такая. Да? Да. А коллекцию приправы будем смотреть? Конечно, коллекцию. Ставьте лайк, если вы ждали коллекцию приправ. Да, ну, ты сейчас откроешь. История. Я говорю, мамуль, давай пораньше немножко ты меня, пожалуйста, отвези. Я зайду, куплю воды. Зачем тебе покупать воды? Возьми. У меня они кассетами покупают, типа, воду. Говорю, мам, мне нужно 0,5 с собой. Зачем мы будем теплую воду, ты будешь пить? Вот, возьми, холодильник стоит. Нормально, полторашка, хватит. Четыре часа тебе ехать дашь, а ты чего? Ну, взяла я эту воду, не купила себе 0,5. И я не смогла ее открыть. Я ехала вообще без любой воды, просто. Так пей, пей. Я сейчас вопью. Где кружку, Мэг? Зачем тебе кружку из горла? Из горла не пью, из горла. Мне из горла не надо. Вышли сейчас прогуляться немножко до магазина. Говорит, пошли пять минут посидим. На моем районе, я люблю эти качели. Вот именно, говорит, после танцев садиться сидеть. Слабляется. Я влезла. А райончик тут у нас с ним, улыбка. Поэтому и качельки, соответственно, тоже не искажно. Но ничего, нам удобно, нам приятно. У нас с Ангелёськой... Уже сказала мне... Трава зеленеет у соседей в саду. У нас традиция с Ангелёськой сотреть... Как говорит... А стол бай джинджер, скажем так. Каждый год смотрим. Она знает уже все наизусть серии. Не стоит верить. Это мадам. Мы ужинали дудошкой. Давай, давай. Говорит, я объелась. Не то, чтобы объелась, обожралась. Она еще быстро ест. Прям... Как пылесос. И вот сейчас она вот такая у нас, мадам. Ой. Хорошо, что она на перерыве живет. И там просто соседи. И я крысу и таракану как-нибудь в подвале. Ой, какая. Ой, какая. Это рэ. Это рэ. Это рэ. Это рэ. Вот такой вот сегодня августовский теплый день. Стало, кстати, полегче дышать и жить. Тут вообще синты всякие. Не, реально звучит-то хорошо. Поехали на автобусе. Я долгое время не ездила на автобусах. И... Я ехала. Ощущения. Я думала, почему перестала ездить на автобусах. Вспомнила. Таработайте, зарабатывайте деньги, чтоб не ездила. О, какая. Успешный успех. Интересно, а эти батюшки так еще смотрят. Три-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Три-ти-ти-ти. Влюбуемся. Казань. Казань. Пойдай к холену воры. Дормее. Ну вот мы немножко приоделись, потому что по вечерам уже становится холодно, гуляем на районе у Анджелины. Вот тут вот произведение и искусство. Просто кто красивый? Угу. Анджелина, lips like Анджелина. Даже в Казани мы нашли катамараны. На озере Кобан. Тут такой катамаранчик, во-первых, у него есть стенд. От солнца, от ветра вряд ли, от дождя уж, наверное, поможет. И тут, сказал парнишка, который заправляет этими катамаранами, одновременно садитесь. Эта дала мне свою сумку, телефон. Говорит, я пошла. Он говорит, одновременно. Я не свою сумку. Я стою с этой сумкой, блин, как дудик какой-то, блин. Но, в целом, небольшой такой хороший катамаранчик, быстрого управления. Можно по всему озеру кататься. К природе, посмотрите, пожалуйста. Эта утка нырнула. А куда она вынырнет? Вот такие виды у нас открываются. Ну, как всегда и как обычно. У меня по ощущениям, что в Челнах мы меньше по площади катали, чем здесь. Хотя тут уйдет, а там река. А сейчас ты чувствуешь данный момент? В данный момент спорт чувствую. Поплыли. По коням. Мы сели смотреть фильм «Перл Харбор». Где-то три часа. И там момент с поездом. И вот эта вот мадам вспомнила чудесное письмо. И на тихорецкую состав отправиться. Вагончик тронется пером. Останется. Стена кирпичная. Часы лазарные. Платочки белые. Платочки белые. Платочки белые. Платочки белые. Глаза печальные. Дождались. Ура! Показывает у нас коллекцию своих скрипышей. Покажи, что интересовало, как у нас идет огурцов. Вы уже все сами слышали. Давай, погнали. Итак, что у нас по приправам, да? Чеснок сушеный. Я очень люблю добавлять чесночочек сушеный. Это новенький. У меня тут есть вот для куриных крылышек. Вот такая надо будет приготовить. Правда у меня нет крылышек. Это у нас курочка пряная. Я новую купила для курицы. Потому что я курицу готовлю всегда. Паприка сладкая. Очень люблю паприку. Дальше у нас для курицы индейки. Вот это старое, где ее надо закончить у меня. Кнор, классика овощей, ароматная приправа. Это такая универсальная для всего. Можно, кстати, пельмешки твои кинуть. То есть они уже почти готовы? Ну как раз для аромата. Хозяюшка. Готовлю, да, еще пельмешки. Домашний, кстати, к моей бабушке делает. Next. Паприка копченка, кстати, это вкусно. Когда делаешь вот этот сэндвич с авокалией, вот этот тост вкусно сверху посыпаю. Лавровый листик. Вот я Дашке тоже в пельмешки кинула, потому что я супы не варила. Куда мне его еще девать? Это что? Укроп. Кстати, я его вообще не использую. Надо использовать. Трава итальянской копушки. Я очень люблю эту карьеру. Хмели-сюмели. Вот хмели-сюмели, а мы нет. Красный перец. Все, больше мне не понравилось. А, у меня еще есть очень классная вот такая штука. Я, кстати, такую бастанку купила. Вот же у меня есть еще. Какой набор у меня. Тут соль. Кстати, сейчас надо будет ее в салат добавить. Морская. Это к мясу. Это к курице. И тут вот набор перцев. Вот это четыре перца с кориандром, пожалуйста. Вот это просто перец черным. Подставка с ними же сошла? Да, они с подставкой с ними. Моменты в жизни. Ну что ж, друзья. Хочу поделиться таким моментом, что в той квартире, где я начала блогерствовать. Вообще, все моя юность, все мое детство прошло в этой квартире. Мы ее продаем. Она уже полностью вся освобождена. По эхо, наверное, слышно. Вот так это все выглядит. Вот раньше здесь мы валялись, смотрели телевизор. А в этой, например, комнате это была наша комната с братом. И, думаю, в основном тоже моя. Вот тут вот я училась. Учился брат. Это вот фоно. Передыграла и учила, пока училась сама в колледже. И, в целом, вот с этой квартирой у меня очень много связано. Потому что мы заселились в этой квартире, когда мне было там года три, наверное, четыре. То есть все детство, все юность прошло здесь. И поэтому то, что я сейчас живу в Питере и не планирую возвращаться сюда переезжать, по крайней мере. То есть я к родителям, к друзьям приезжаю там месяцок, летом. Но в основном я живу в Питере. Зачем она будет уставать, стоять. И, как мы знаем, когда вещи остаются без присмотра, в том числе и квартиры, они начинают разрушаться. То есть какая-то там проблема со светом, с холодильником и бла-бла-бла. Эту квартиру скоро продадут. А это значит, что меня ожидает новый этап жизни. Покупка другой квартиры, поиск ее, переезд. Вау! Приятное вспоминание сейчас на душе. Вот я сейчас смотрю, думаю, блин, так было здесь прикольно. Это твое место и что ты, что я, что я сделала, что произошло с тобой. Давай еще раз последнюю строчку. Кэп это что за шесть? Доброе утро, это такси. А, такси. Она говорит, я в такси. Я в такси. Я в такси. Че просит сказать? Я прошу их, где твое место. Скажи, да, где ты. Все, видишь, они страдали, она дома, он дома. Они страдали друг по другу, а она уже в конце не увидишь. Видишь, она уже орет, да скажи, где место. Все, я еду. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok